В Женеве в эти минуты стартует саммит России и США. Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Лагранж на берегу Женевского озера. Лидеров государств встретил президент Швейцарии Ги Пермилен. За встречи из специального пресс-центра следит наш европейский СОПКОР Жанна Тернст. Борт номер один российского президента Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Женевы примерно в 12.30 по местному времени. Американский президент Джо Байден прибыл в Женеву еще вчера и уже успел встретиться с президентом Швейцарии Ги Пермиленом. Встреча двух лидеров продлится в течение 4-5 часов по предварительной информации. Встреча пройдет в несколько этапов. Сначала в узком формате, а затем и в расширенном. Встретятся ли оба лидера в формате тет-а-тет пока неизвестно. Конечно, накануне саммита такая встреча не оговаривалась, но по словам организаторов, если оба лидера проявят такое желание, то будет возможен и такой формат. Отмечу, что сегодня в центре Женевы здесь, в районе виллы Лагранж, миры безопасности расширены до максимума. Местные жители не могут пройти ближе к месту проведения встречи. Перекрыты не только центр города, но и доступ к знаменитому пляжу на берегу Женевского озера. Со вчерашнего вечера в городе наблюдаются некоторые проблемы с работой общественного транспорта из-за того, что перекрыты сразу несколько центральных улиц. Сегодня нам, например, пришлось добираться до медиа-центра пешком около двух часов с бесконечными проверками в местах полицейских кордонов. В самом медиа-центре, расположенном прямо напротив виллы Лагранж, вместо встречи двух президентов, сейчас яблоку негде упасть. 1240 аккредитованных коллег со всего мира освещают это поистине одной из самых значимых событий сегодняшнего дня. Мы продолжаем следить за саммитом высокого уровня, и я думаю, что уже через некоторое время мы сможем рассказать о первых подробностях этой встречи. Жена Тернежа, Март Ахметов, Хабар 24, Женева, Швейцария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова